Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Виктория Диденко и ее цветы. В этом видео хочу показать, как зимуют наши инжиры. Зимуют они в подвальном помещении. Тут достаточно прохладно, где-то в районе 10 градусов. Это так, вот я в свитере стою, это чувствуется, не жарко. Вместе с тем инжиром такая погода вполне подходит. И, судя по всему, даже очень вполне подходит. Почему? Потому что мы видим, что они просыпаются. Сегодня 31 января. Мне, конечно, хотелось, чтобы этот момент немного был оттянут. Момент того, как они начнут просыпаться. Но тут уже им никак не прикажешь. Мы их держали по максимуму на улице. Осенью хотели, чтобы они подольше постояли. И потом попозже проснулись. Но видно, вот эта вот прыгающая температура, которая тут бывает. Это, видно, все равно способствовало тому, что они все начали очень активно пробуждаться. Ну, кто-то еще такой, еще как бы думает. Как бы только почечки начинают набухать. А некоторые экземпляры, вот уже вот туда-сюда и листик развернется. У меня там еще где-то был... Сейчас тут они все зимуют. У меня разные растения. Вот, небольшой такой вот горшочке. Вот, видите, тоже уже вот скоро вот листик развернется. Какие-то еще как бы сидят. Ну и чему я, в принципе, больше всего и рада. Ну так основная часть вот начинает пробуждаться. Значит, полив у нас этих инжиров очень редкий. Мы редко их поливаем. Получается, вот, только вот полили и все. Ну, полив такой скудный. Потому что, да, им полив... Неизвестно, какая еще будет погода. Потому что тут, если на улице будет, например, минус 10, то тут тоже будет совсем не жарко. Как бы не очень хорошо будет для растений, если у них будут мокрые корни. Поэтому полив скудный ограниченный. Очень редкий. Вот, потому что если еще и хорошей теплой водой полить, так они вообще очень быстро проснутся. Нам это не нужно. Вот такая вот зимовочка наших инжиров. В другом видео я поснимала, как зимуют наши гранатики. Тоже активно стали просыпаться. В общем, вот такая вот у них зимовка. Если была бы температура чуть пониже, думаю, было бы лучше. Но тут видно прыгающая температура. Поэтому вот такой вот процесс мы наблюдаем. Процесс пробуждения. Ну, вроде пока все, что я хотела показать по инжирам. Всем пока!